Начнем. В ноябре 2016 года Саратовский областной суд, апелляционная инстанция, оправдала сотрудников ДПС, которые скрутили меня на стационарном посту. Значит, на это решение мною была подана кассационная жалоба в тот же самый Саратовский областной суд. Однако судья, рассмотрев эту жалобу, не нашла оснований для ее передачи в суд кассационной инстанции. Меня, конечно, возмутил тот ответ, да, и то решение, которое было принято. И я направил в Верховный суд свою кассационную жалобу. Верховный суд рассмотрел мою кассационную жалобу и увидел основания для ее передачи в суд кассационной инстанции. И вот сегодня эта кассационная жалоба была рассмотрена в Саратовском областном суде. И она была удовлетворена. Теперь апелляционное решение, оправдательный приговор, да, тот самый, он был отменен. А дело вернули на новое апелляционное рассмотрение в суд апелляционной инстанции. То бишь опять в Саратовский областной суд, но уже в ином составе судей. Надеюсь, что теперь, после такого вот круга, да, судьи Саратовского областного суда в апелляционной инстанции примут обоснованное, законное и справедливое решение, которое будет отвечать уголовному закону. Я считаю, что сотрудники полиции, которые применили ко мне физическую силу на стационарном посту, должны ответить перед законом по всей его строгости. Сотрудники полиции, которые применили к тебе силу, они приносили извинения? Нет, сотрудники полиции, которые применили ко мне физическую силу, они не признают себя виновными. Они считают, что они поступили в точном соответствии с законом, что видеосъемка их как должностных лиц на стационарном посту запрещена. Они в суде неоднократно говорили, что я применял к ним какую-то физическую силу, оказывал активное сопротивление. Все это они говорили в суде. Однако же, конечно же, никакой физической силы к сотрудникам полиции, никакого насилия и поминять не было. Я ничего такого противоправного-то не делал. Все, что я на тот момент делал на стационарном посту, это фиксировал их нарушения и пытался оказать юридическую помощь лицу, которого на тот момент задержали. Как же получилось так, что Саратовский областной суд принял решение оправдать сотрудников полиции? В чем причина, по-твоему? Ну, на мой взгляд, это причина, истинная причина. Все-таки, скорее всего, кроется в том, что у них есть какое-то братство, да, в узких кругах, это определенное, да, понятие у них. Видимо, они своих не сдают. Вот. То есть, они решили вынести для своих оправдательный приговор. Почему я так считаю? Ну, потому что было заявлено ходатайство прокурорам об обозрении основного доказательства, которое имеется в материалах уголовного дела, а именно видеозаписи, на которой абсолютно четко видно, кто, что и когда делал на том самом стационарном посту в октябре 16-го года. Однако же, областной суд не мотивировал свое решение, просто отказал в удовлетворении этого ходатайства. То есть, не стал исследовать и обозревать в суде данное доказательство. И впоследствии, когда выносил свое решение, полностью переоценил все эти доказательства, именно видеозапись, да, и указал на то, что якобы мои действия носили какой-то провокационный характер. Откуда такие выводы областной суд взял? Ну, на мой взгляд, все-таки, как я и в суде об этом говорил, я считаю, что все-таки судьи Саратовского областного суда в апелляционной инстанции занимались именно укрывательством. Укрывательством этих противоправных действий, которые совершили сотрудники полиции Культилеев и Губанов на стационарном посту. По-твоему, тот вынесенный приговор еще Волжским районным судом, как я понимаю, вот три года условно, это справедливо? На мой взгляд, он мягкий, потому что сейчас мы видим, как часто возбуждают уголовные дела, да, и что бывает, если человек, не дай бог, тронет сотрудника полиции, он, его привлекают к реальным срокам. Так вот, сотрудник полиции в первую очередь должен быть приговорен к реальным срокам по тем причинам, что на него государство возлагает определенные должностные обязанности, определенные функции по защите прав свод граждан. Однако же сотрудники полиции у нас в открытой беспределе. И я считаю, что такой беспредел, он должен строго пресекаться законом. Если санкция предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, значит, это лишение должно быть реальным. Спасибо.